привет сегодня мне пришла вот такая замечательная колода это новая колода оракул ленорман называется нити судьбы набор для большого расклада ленорман и сегодня еще покажу как сделать индивидуальную коробочку для любой колоды таро оракул не имеет значения и для этого у меня есть вот такой картонный лист мне очень понравилась эта колода во-первых этот безумно красивый глубокий синий цвет у меня наверное как у многих эзотерика ассоциируется именно с глубоким синим цветом внутри есть книжечка замечательная такая глянцевая очень приятная на ощупь и информативная здесь художник художника автор составитель рассказывают вообще в чем суть этой колоды что она связана с мифами о мойрах то есть богинях судьбы три сестры которые плетут придут нити человеческих судеб и вся колода как раз вот в таких будто нитях серебряных выполнена книжка информативно здесь есть в целом про систему ленорман несколько строк то что мне безумно понравилось здесь есть упражнение энергетика то здесь не говорят как надо а здесь говорят о том что важно то как вы чувствуете карту просто посмотреть на карту какие у нее какие у вас с ней ассоциации что вы чувствуете приятно неприятно отталкивает притягивает и так далее вот и задание есть здесь вот про каждую карту значит каждой карты понаблюдать свои ощущения потом взять вытащите любую другую карту и посмотреть меняется ли ваши ощущения от того что эти карты находятся во взаимодействии на мой взгляд это очень полезное упражнение как для таро так и для оракула дальше перечисляется причисляются все карты значения здесь сначала такая краткая информация откуда берется вообще символ почему этот символ основное значение в бизнесе в бизнесе в любви в большом раскладе в каком доме находится и ключи то есть ключевые слова так по каждой карте здесь автор разделяет разделяет карты птицы и совы здесь это две разные карты в большом раскладе нужно определиться какую вы хотите использовать при других раскладах можно использовать обе карты то есть колоду из 37 карт так дальше что мне понравилось сейчас покажу есть под правила работы с картами но здесь такое общее какие вопросы можно рассматривать при том что важно формулировать запрос что лучше не задавать вопросы да нет примеры приводится приводится пример почему не стоит задавать вопрос который требует ответа да или нет упражнения причем несколько даже там дальше будет расклады какие-то такие для начального уровня почему-то это называется триплетом расклад на три карты не является триплетом это важно понимать потому что это обычный расклад с тремя фиксированными позициями на прошлое настоящие на будущее вот если выкладывать на каждую позицию по три карты допустим три карты на прошлое три на настоящие три на будущее вот тогда это будет 3 3 плита А так, ну, это не триплет, это просто фиксированный расклад. Вот так дальше рассказывается вообще, что такое большой расклад или ещё грант-расклад его называют. Вот здесь приводится схема этого расклада и даётся, как читать его в целом, да, на что важно обращать внимание, где находятся сигнификаторы, там, по горизонтали или по диагонали, какие лежат карты и так далее. И даётся пример, кстати, вот же он, да, 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 да и дальше расшифровка, трактовка этого большого расклада. Мне очень понравилась книжка, такая очень простая, лаконичная, информативная, стоящая. И в этом наборе есть вот такое полотно, оно очень плотное, что-то между клеенчатой тканью и бумагой, ну, наверное, даже не знаю, честно говоря, но очень плотное на ощупь, и есть ощущение, что если капнуть водой или что-то пролить, она не впитается, а стечет. Вот, мне нравится, здесь вот так выглядит, да, все 36 позиций, тоже безумно красивый, вот здесь такой лиловый, что ли, цвет, глубокий, синий, просто безумно красиво. И вот она, малюточка, просто крошечная колода, очень маленькая, такой карманный прям формат, но почему, вот мне непонятно, почему не делают даже самые какие-нибудь простенькие, обычные маленькие коробочки, я думаю, тоже не стоит, наверное, прям много, да, на производстве, чтобы прям вот не делать. Вот, ну, здесь можно хранить, в принципе, нормально, знаете, как не заедут карты, здесь более-менее все целое, но это же неудобно, как минимум, вот эту вот огромную конструкцию использовать. С картами я познакомилась, хотя они мне приехали только сегодня, уже достала карту дня, мне очень нравится, давайте чуть пониже опущу, мне очень нравится этот стиль авторский, очень красивые изображения, вот такие, как, я даже не знаю, гравюра или что-то вот такое, да, такой вот мужчина изображен, как гармоничный человек, книга закрытая. Я не даю обзоров, не делаю обзоров таких, знаете, долгих, на час, на два, по таро, где я даю интерпретацию свою, как я вижу, ту или иную карту, потому что, ну, неоднократно говорила, это засоряет восприятие ваше, вот, лучше знакомиться и нарабатывать какие-то свои идеи относительно каждой карты, чтобы потом не, вот, не нахвататься, да, от других интерпретаций и уже своего ничего не видеть. Вот, что касается Ленормана, у меня такого принципа нет, посмотрите, какая змея роскошная, я просто в восторге, очень мне нравится, такая витиеватая. Вот, мишка такой северный, ребёнок, уж какой красивый, да, такие волосы струящиеся, вот совы, да, вторая карта разделена, но это здорово, на мой взгляд, потому что всё-таки птицы-совы разное значение имеют, да, птицы, это такая трескотня, болтовня, какая-то, вот, пустословие, переписки, вот, что-то, долгие телефоны-разговоршки, вот, нервозное состояние, вот, совы, это более такое, вот, уже мудрое, может быть, с эзотерикой даже связанное. Очень мне здесь нравится, как выглядят тучи. По этой карте можно тоже многое сказать, потому что вообще в Ленорман важно, как карты расположены друг относительно друга. Если брать, например, тучи, то светлый участок находится здесь посередине, а тучи как бы обрамляют, да, это может быть и, знаете, как смена чёрное-белое, чёрная полоса в жизни белая, чёрное дальше белая, как колесо фортуны, да, какой-то вот такая цикличность, смена. Или может быть, что какая-то вот такая проблемная, сложная ситуация, но в ней будет просвет какой-то, вот, или не будет такого, что сейчас проблема, а дальше будет всё хорошо. Будет хорошо, но потом снова что-то поджидает. То есть по этой карте можно, наверное, много чего сказать. Кстати, было бы очень здорово, если бы сделали как-то фольгирование, да, фольгирование, потому что фольга очень хорошо берёт вот такие вот изображения, как их назвать, с линиями, вот, и было бы очень красиво, как второй эфирных видений, да, вот это вот отблёскивание богатое, и круто было бы серебряный срез сделать. Возможно, прокрашу торцы чёрным цветом, не знаю, пока подумаю. Дерево. Так, коса. Очень красиво. Мне хочется с этим работать. Я вот сейчас покажу, у меня есть колода, называется просто Ленорман. Ответ сразу, такая, какая-то африканская немножко женщина. И я поняла, я вот заметила за собой, что я не хочу вот браться за Ленорман и всё, вот, не хочется мне. А потом я поняла, что мне просто некрасиво. Мне надо, чтобы мне доставляло эстетическое удовольствие колода. Вот, если она меня не радует, то мне просто не хочется этим заниматься. Вот, с этой колодой как раз очень хочется работать. Собака для меня немножко какая-то странная, она перепуганная, как будто такая сутулая. Вот, не знаю, надо посмотреть. Может, что-то там напишут. Хотя, собака она и в Африке собака, правда? Значение будет, я думаю, одно и то же. Два и плеть вместе. Раз, всадник. Кстати, сегодня моему мужу выпала эта карта, всадник. Вот, он общался с другом. Я об этом не знала, вот, он созвонился с другом. Вот, и друг предложил ему, в общем, интересное дело. Как раз это вот друг выступил в роли всадника. Сегодняшняя карта у него вот так отыгралась. Новая интересная идея. Вот такая, связанная с движением, активностью, развитием. Вот, а у меня, мне выпала на сегодня карта письмо. Посмотрим тоже, как отыграется. Вот, так. В принципе, наверное, это все, что я хотела сказать по этой колоде. Работать с ней очень хочется. И она очень прекрасная, приятная. Очень маленькая, да, посмотрите. Для больших раскладов тоже подойдет отлично. И такой, как, значит, карманный вариант. У меня вот есть еще вторая магия наслаждений. Тоже крохотулечка. Она даже немножко поменьше, поменьше, чем вот эта колода. Ну, чуть-чуть совсем. Вот, но это совсем прям малышка. Тоже на нее, я думаю, сниму обзор. Может быть, пару раскладов. Вот. Очень она мне нравится. Мне вот, меня очень отталкивает цвет. Вот этот красный, кстати. Раз уж я взяла другую колоду. Вот, просто Ленорман, да, на которой я училась. Ну, неплохая колода. Ничего не могу с ней сказать. Про нее сказать плохого. Просто мое восприятие таково, что мне неприятно. Вот этот отвратительный дешевый красный цвет. Безвкусный совершенно. Такая вот, как будто академическая, что ли, акварель. Ну, такая вот она, на любителя. Я тут подписывала, когда училась. Вот, но мне просто не нравятся эти изображения. Не нравится вот эта рубашка. Как-то вот я поняла, что мне не хочется ни с Ленорман работать, а именно с этой колодой. Вот. Колода хорошая, но лично мое как бы восприятие цвета. Кстати, по этой же причине я не хотела покупать вот это вот. Второе мистическое... Так, все, запуталась. Не мистических моментов. Моя любимая просто. Второе. Магия наслаждений. Вот. Не хотела я ее покупать в классическом исполнении, потому что она с отвратительными красными рамками, которые просто опошляют, удешевляют. В общем, не нравится мне. Вот с белым она так изысканно, более утонченно выглядит, нежно. Поэтому я приобрела. Вот. Если вы такой же немножко повернутый на эстетике человек, то я думаю, что вот эта колода вас будет радовать в работе. Так. И теперь давайте, собственно, как упаковать вот эту вот красоту в индивидуальную коробку. Это есть для одежды выкройка. Да, вот то же самое есть для коробок, чтобы подогнать коробку под размеры. Что нужно? Нужно прописать для каждой стороны размер в сантиметрах. Значит, вот у нас есть лицевая сторона, обратная сторона. И сейчас измерю ширину для начала. Ну, где-то 5,3, 5,4 пускай будет. Записываем. 5,4 сантиметра. То же самое, соответственно, будет вот здесь, вот здесь и вот здесь. Так, 5,4. Дальше нужно измерить высоту. Так, высота. Пускай будет чуть-чуть на миллиметр побольше. 8,8. То есть это вот это. То же самое сюда, сюда и вот сюда. Так, это есть, это есть. Теперь боковую часть. Так, боковая часть. Ну, чуть-чуть, пускай будет полтора сантиметра. Я оставляю еще один миллиметр где-то. То есть это вот здесь полтора. Это вот эта тоже часть. Получается в полтора. Вот так обозначим. И, соответственно, здесь тоже полтора сантиметра. Так, вроде бы все отмерили. Теперь нужно посчитать общую длину для... Так, общую длину, да, для всей коробки, какая она получается. Для этого мы складываем по полтора-три раза. То есть это будут боковые две части и одна, которую будем загибать, чтобы склеить. Четыре с половиной, да? Четыре с половиной. Плюс. Так, плюс нам нужно вот эти две части, да? Вот эти два отрезка. Лицевой и обратный. Это получается 10,8. Так, ну и надо вообще сначала посмотреть, на сколько мне хватит вот этого листа. Это у нас получается 15... Ой... 15,3. Так-с. Да, отлично. Вполне достаточно вот этого листа. Сейчас я перенесу вот эту схему на этот лист и продолжу. Вот у меня получилась еще несклеенная коробочка. Я просто проверила, сложила. Сейчас покажу. Вот тут уже внутри карты. Так. Значит, вот я перенесла схему на картон. И я добавила еще вот эти язычки. Вот сверху, которые вот так вот будут закрываться. Снизу, чтобы их склеить, ее точнее коробку. Да, вот так. И еще дополнительный вот нижний язычок. Здесь размеры все произвольные. То есть я просто от руки, даже без линейки, это нарисовала. Чтобы можно было... Вот смотрите, да, я сложу коробку, когда вот эта часть, которая загибается, она приклеится к вот этой. Вот. Так, что еще важно? Важно вот эти вот линии все согнуть. Каким образом? Кладете линейку. Это у вас был обычный лист. Кладете линейку и загибаете хорошенько в ту сторону, которую нужно. Вот эта часть, которая будет открываться, она должна гнуться в обе стороны. Поэтому я его внутрь, ее согнула. И потом также наружу. Вот. Все проверила. Приложила карту. Еще когда даже не вырезала, просто приложила карту. Посмотрела, насколько она хорошо помещается. Вот я люблю, когда колода не ездит внутри. И все, вырезала, согнула. Сейчас буду склеивать. Конечно, это очень плотный картон. Для него нужен какой-нибудь хороший клей. У меня такового не имеется. Идти специально ради этого покупать я не хочу. Буду использовать обычный клей. Посмотрим, как будет держаться. Возможно, нужно будет потом проклеить эту коробочку скотчем. Кстати, вот у меня есть коробка. Это второе. Дороги и тропы ведьмы. От Magic книги тоже в ней не было. Индивидуальной вот этой упаковки пришлось делать самой. Тратить на это время ее я обклила скотчем. Вот. Этого тоже, в принципе, почти не видно. Конечно, когда делаешь вручную, коробочки более хлипкие получаются. Да, какие-то не идеальные. Вот, например, вот здесь вот такая небольшая щель. Вот. Я ее тоже склеила скотчем. То есть это будет плотная долговечная коробка. Но придется постараться. Сейчас склею. И в следующей части покажу, что вышло. За клеем мне сходить все-таки пришлось. Потому что обычный ПВА не склеил эту коробку. Вот что получилось. Здесь, конечно же, клей, который я ототрала вместе с покрытием. Поэтому вот получился такой небольшой дефект. Если меня это будет раздражать, я переделаю. Вот. Но коробка в целом получилась вот довольно неплохая. Прям полностью засовывать карты я не буду, потому что не уверена, что дно просохло. Но вот так они будут храниться в своем индивидуальном домике. И вот так. Продолжение следует...